Всем здравствуйте! 6 января 2020 года на телеканале Россия 1 начнется показ первого сезона телесериала Крепостная. Сегодня мы расскажем о личной жизни актеров, которые сыграли главные роли. Катерина Ковальчук родилась 20 февраля 1993 года в Санкт-Петербурге. В 2015 году окончила Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования по специальности актерское искусство. Путь Катерины на экран начался не где-нибудь, а в самом Голливуде. Как она рассказывала, во многом ей помогла активность в соцсетях. Там она выкладывала свои фото и видео, заводила знакомства, в том числе иностранные. И в какой-то момент американский режиссер пригласил ее в свою картину. И в 2015 году она дебютировала в главной роли в короткометражке «Рядовой». Позже снялась в ряде других картин иностранного производства. На талантливую актрису обратили внимание отечественные режиссеры, которые стали приглашать Катерину Ковальчук в свои проекты. В 2016 году она сыграла Жанну Снежкову в криминальном боевике «Ментовские войны-10». Актрисе досталась главная роль в сериале «Чудотворная», а также главная роль в многосерийном костюмированном фильме «Драме крепостная». Если говорить о личной жизни Катерины Ковальчук, то она не замужем. Михаил Гаврилов родился 7 июля 1985 года в Тольятти. Когда ему было 5 лет, семья переехала в город Чусовой Пермского края. Отец был военным, дослужился до капитана. Его дед, к слову, также был офицером. После школы решил пойти в медицинский, собирался стать хирургом. Однако быстро понял, что это не его призвание. Институт бросил, поругавшись с преподавателем, а вскоре был призван в армию. В 2012 году окончил театральный институт имени Щукина. Еще участь в вузе, начал сниматься в кино. Сначала были небольшие роли в сериалах «Возьми меня с собой 2» и «Кодекс чести 4». А уже в 2010 году ему предложили главную роль в мистической картине «Здесь кто-то есть». Дважды снимался в роли хоккеиста. Сначала в четырехсерийном фильме «Слава», посвященном знаменитому советскому и российскому игроку Фетисову. А затем в популярном сериале «Молодежка», в котором сыграл центрального нападающего медведей Евгения Царева. Профессиональная и личная жизнь актера тесно взаимосвязаны. Еще во время учебы в театральном институте Михаил Гаврилов познакомился с будущей женой, также начинающей артисткой Анной Носатовой. Актеры вместе снимались в триллере «Здесь кто-то есть», после чего отправились на совместный отдых в Доминиканскую республику, где окончательно поняли, что созданы друг для друга. В семье Михаила и Анны нет творческого соперничества, так как супруги очень трепетно поддерживают один другого, обсуждают идеи и начинания. Еще больше скрепило семейные узы рождение в 2012 году сына, которого назвали Андреем. Творческие родители мечтают о нескольких детях, но подарить ребенку брата или сестру пока не спешат. Михаил Гаврилов не только прекрасный семьянин, но и отличный хозяин. Актер способен выполнить любую домашнюю работу, включая создание кулинарных изысков, так как очень любит готовить и мечтает в будущем открыть собственный ресторан. Алексей Яровенко родился 23 августа 1987 года. В 2012 году окончил Белорусскую государственную академию искусств. С 2012 года снимается в кино, дебютировав в лентах «Семейный детектив» и «Выше небо». Первая известность к актеру пришла в 2013 году после главной роли в мелодраме «Сила любви». Одной из главных ролей также сыграл в драме «Крепостная» и мелодраме «Артистка». Алексей Яровенко счастлив в семейной жизни. Его женой является Карпова Ольга Николаевна, актриса Киевского театра драмы и комедии «На левом беляку Днепра». Молодые люди познакомились на театральном фестивале студенческих школ в Кишиневе, куда съехалась молодежь из Минска и Киева. По словам актера, это была любовь с первого взгляда. После первой встречи влюбленные много переписывались, затем начали ездить друг к другу. В итоге Алексей и Ольга решили жить вместе. Так как невыносимо трудно давались отношения на расстоянии. Молодые люди переехали в Киев на родину театральной актрисы. Алексей больше всего ценит в своей супруге врожденную женскую интуицию, умение сопереживать и понимать. Ольга всегда угадывает, какие эмоции испытывает муж и поддерживает в случае удачи, успеха или провала. Кроме того, она является его главным профессиональным критиком и советчиком, вкусу которого мужчина безоговорочно доверяет. В их семье детей пока нет. В свободное от актерской деятельности время знаменитость поет и играет на губной гармошке в собственной музыкальной группе бэнд Алексея Ировенко. Он предпочитает воздерживаться от публикаций фото в социальных сетях. Станислав Боклан родился 12 января 1960 года в городе Брусилов. Затем семья переехала в Киев. Он вырос в Святошинском районе. В 1979 году за компанию с другом он пошел поступать в театральный и не прошел. Но через год Станислав повторил попытку и поступил в театральный. В 1984 году окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства. С 2000-х годов активно снимается в кино и сериалах. Хотя на экране дебютировал еще в начале 90-х. Сыграл в картине провинциальный роман. Далее снялся в исторической ленте «Братство» в детективном сериале «Женская интуиция 2». В сериале «Девять жизней» Нестора Махно. В мелодраматическом сериале «Сестры по крови» и многих других. Личная жизнь Станислава сложилась удачно. С будущей женой Натальей Клениной он познакомился в Киевском молодом театре, когда поступил туда на службу. На совместном фото пара выглядит гармонично. У женщины уже был за плечами брак, а от него сын Кирилл Думский. Станислав воспитал мальчика как родного ребенка. Сейчас он работает профессиональным диджеем. Есть в семье артистов и общие дети. Дочь Мария. Как в интервью рассказал мужчина, он пытался отговорить детей идти в его с женой профессию. Актерами они не стали. Все равно выбрали творческий путь. Сначала Мария пыталась покорить Киноолимп в амплуа актрисы. Правда, потом сменила специальность. Сейчас девушка тоже работает в киноиндустрии, но только кастинг-директором. Юлия Аук. Родилась 8 июня 1970 года в Ленинграде. Актрисой становиться не собиралась. Мечтала стать археологом. Выросла в эстонском городе Наро. Однако в старших классах она влюбилась в парня за компанию и с ним отправилась в Ленинград поддержать при поступлении в театральный вуз. Ее возлюбленный не поступил. А вот она влюбилась в атмосферу театрального института. И после школы поступила в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. В 2004 году переехала в Москву. В 2007 получила второе высшее образование. С отличием окончила ГИТИС. Юлия известна как режиссер видеоклипов. В 2010 году состоялся ее режиссерский дебют в кино. Она сняла фильм «Варенье из сакуры». В кино дебютировала еще в 1989 году, исполнив сдвоенную главную роль Анну Мазуркевич и средневековую княжду Магду в фантастическом фильме «Похищение чародея». Очередная главная роль пришла к ней в 2007 году. В фильме «Враги». Широкую узнаваемость и популярность у зрителей Юлия получила после исполнения роли императрицы Елизаветы I в сериале «Екатерина». Юлия дважды была замужем. В первом браке с актером Степаном Золотухиным родилась дочь Полина. Однако семейная жизнь не сложилась. Брак распался через 8 лет. Дочь Полина также пошла по стопам матери. Стала студенткой школы-студии МХАТ, а затем ГИТИСа. Второй муж Андрей Скулов. Во многих интервью Юлия говорила, что Андрей далек от театральной и кинематографической деятельности. Они познакомились в 2000 году и в течение 15 лет были вместе. Андрей Скулов скончался 16 декабря 2015 года. Для актрисы это был тяжелый удар. Общих детей у них не было. Максим Радугин. Родился 21 июня 1978 года в Москве. В старших классах планировал стать врачом. Даже поступал в медицинскую академию. Но вовремя понял, что это не его призвание. Далее поступил в Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Там начал участвовать в самодеятельности и в итоге решил стать актером. На четвертом курсе рискнул и неожиданно для всех поступил в театральный. В 2004 году окончил высшее театральное училище имени Щукина. С 2002 года снимается в кино, дебютировав в главной роли в фильме «Брейкпоинт». Широкая известность пришла к актеру в 2007 году после исполнения роли в популярном сериале «Принцесса цирка». Его герой – цирковой артист. Для съемок в сериале «Принцесса цирка» он занимался с артистами цирка на цветном бульваре. В том же 2007 году на экраны вышел сериал «Дар божий», в котором актер предстал автомехаником. Для этой роли Максим специально учился танцевать стриптиз. С будущей женой Максим познакомился на дискотеке. В конце 90-х артист пошел на танцы, чтобы найти судьбу. Максим увидел, как Нелли танцевала и сразу же влюбился. Девушка была красива, как модель. Максим был стеснительным, поэтому юноша с трудом знакомился с девушками. Но в случае с Нелли Максим проявил смелость. После короткого знакомства молодые люди стали созваниваться, встречаться, писать друг другу письма, хотя жили совсем недалеко. Отмечали даже самые маленькие события в ресторанах, хотя иногда им даже приходилось тратить последние деньги на это. Эта романтика продлилась целых пять лет. После окончания театрального вуза Максим и Нелли поженились. Свадьба состоялась в 2005 году. Молодожены отправились в Париж. В 2007 году в семье Радугиных родились близнецы. Девочка Аня и мальчик Саша. А недавно у них появилась дочка Амелия. Актеры относятся к жене и детям трепетно и дорожат стабильностью в личной жизни. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok